Китайская газета «Новая столица» провела опрос в сети интернет и обнаружила, что больше половины респондентов работали сверхурочно в праздничные дни 22 сентября и 1 октября. Причём 87% из них говорят, что не получили за это никакой надбавки к зарплате. Согласно трудовому законодательству КНР, за выход на работу в официальные праздники люди должны получать 300-процентную надбавку. Она призвана служить стимулом для многих рабочих трудиться сверхурочно в надежде подзаработать. Сверхурочная работа в праздники обычно требуется в ресторанах, салонах красоты и в транспорте. Причём нередко людей к ней принуждают. Опрошенные сообщили, что компании, заставившие работников трудиться сверхурочно, в этом году придумали различные хитрости, чтобы избежать выплаты надбавки. Некоторые подарили персоналу растительное масло или лунные пряники. Некоторые выдали всего 100 или 200 юаней или выплатили надбавку за счёт премиального фонда. В таком случае премии ждать уже не приходится. На вопрос о том, как людям поступать в такой ситуации, опрошенные ответили, что 70% работников в качестве протеста работали спустя рукава. Согласно китайскому трудовому законодательству, если компания не выплачивает надбавку, рабочие могут защищать свои права двумя способами – подать жалобу в соответствующее правительственное учреждение или в арбитражный суд по решению трудовых споров. Однако реальная ситуация такова, что в Китае защищать свои права этими легальными способами очень трудно. Немало опрошенных пользователей интернет говорят, что они уже подавали жалобу на невыплату причитающихся им надбавок и в результате сразу потеряли работу, поэтому боятся снова жаловаться. Во многих случаях поданные жалобы просто не рассматривались. В редакционной статье в одной из южнокитайских газет говорится, что правительственная организация требует, чтобы работники подавали жалобы под настоящими именами. Однако среди рабочих мало кто осмелится сообщать своё имя и ради жалобы потерять работу. Юристы рекомендуют пострадавшим, которые хотят защищать свои права, сохранять документы, подтверждающие количество отработанных часов. Однако, по мнению аналитиков, даже это в КНР осуществить трудно. Распоряжения о выплате надбавок часто отдаются только в устной форме, а все документы об отработанных часах находятся в руках владельцев компании. Так что пока в КНР отдыхать в праздники не получается, а работать можно, но без компенсаций. NTD, Китай.